Производство строительных материалов Нижегородской области набирает обороты. В первом квартале 2024 года объемы продукции увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации Минпрома Нижегородской области, рост выпуска стройматериалов был во многом связан с увеличением госзаказа. Одновременно ряд предприятий и отрасли сообщают о росте потребностей в работниках. Для решения кадрового вопроса нижегородские производители стройматериалов в том числе планируют привлекать работников из других регионов страны. В ближайшие месяцы специалисты ожидают высокую активность в строительстве индивидуального жилья. Соответственно, продажи материалов тоже должны увеличиться. О тенденциях в сфере производства строительных материалов в регионах Поволжья можно узнать в докладе Банка России «Региональная экономика. Комментарии ГУ». Он представляет собой обзор экономических тенденций в разрезе регионов страны. Для подготовки доклада используются данные опросов около 15 тысяч нефинансовых предприятий. Опросы проводятся регулярно. Данные доклада рассматриваются в процессе подготовки к принятию решения по ключевой ставке. По данным Банка России, годовая инфляция в Нижегородской области в марте 2024 года практически не изменилась и составила 6,7%. Показатель перероста цен в регионе остается ниже общероссийского – 7,7%. Увеличились импорт апельсинов и бананов, местное производство тепличных помидоров, расширилось предложение куриных яиц. Помогли обнуление ввозной пошлины и соглашение о стабилизации стоимости между властями и бизнесом в ряде регионов-поставщиков. В итоге цены на эти продукты в годовом выражении в марте росли медленнее, чем в феврале. В то же время быстрее дорожали полеты в эконом-классе самолетов. Это связано с тем, что Нижегородская область – популярное туристическое направление. Дарья Козина, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.